Задачу поставлю, а потом ты будешь устраиваться. Значит, напомню, что здесь у нас разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость. Взяла жидкость, взяла белильца. И вот здесь вот этот розовый цвет, поскольку это закат, очень хорошо, что мы именно розовым избавимся от белого. А потом уже будем вписывать нерозовый. Рельеф и синенький перф. Значит, количество вещества, которое ты должна положить, должно быть таким, чтобы когда ты мастихином захочешь это придавить, вот так придавить, а было бы что придавить, хорошо? Чтобы было. Тогда будет хороший слой. Давай так. Напачкала нерозовый. Мы его поставим сюда. А ты все-таки розовым полностью, только розовым избавишься от белого. Ладно? У меня красноватый получился, да? Нет, у тебя сиреневатый получился. А, вот это вот и можно сделать. Только розовым избавишься от белого. Количество вещества такое, чтобы мастихину было что придавить. Не пришпацливать, а вот таким штрихованием придавить краску. Ладно? Давай так. Получится грязноватый, зеленоватый оттеночек. Плюс желтота. И испачкаем все, что касается моря. Чуть ниже середины будет линия горизонта. Смотри, какая траектория укладки. Вот такая. Вот такая. И лодочный характер закладки. Вот он. Зашвырять вещество достаточно густо. Потом ты возьмешь мастихин. Возьмешь еще темнее вот эту. Эту же, да? Голубой и коричневый. И смотрим. Линия волны темная. То есть все у нас вокруг горизонтальное. Камни и волна вертикалят. И ты по траектории этой волны вот таким укладывательным. Ты видишь, сразу задаем настроение поворота. Уложишь. Здесь ты совершишь падающий характер. Количество краски, ты видишь, очень удобное для исполнения. Все, все сразу готово к моделированию. Потом возьмешь белильца. Чуть-чуть с розовильцами. И отсечешь. Плашмя мастихином. Плашмя. Отсечешь этим пенным состоянием. Пенным. Смотри, как оно по-легкому все. Снаружи ты создашь лодочный характер очертаний. Именно лодочный. Хорошо? Надо мне сейчас затенять или пока не надо, даризон? Даризон, надо ли ты не по отношению к этому? Ну, это не принципиально. В принципе, тональное тепло набери. Я, смотри, распределял в определенном направлении, да? Вот так. Так же и здесь. Вот оно. Помнишь, мы с тобой отчеркнули и многое прояснилось. Чуть-чуть творожисто, вот так, сухонько, творожисто отчеркнуть. Волну. Обязательно идею лодочного содержания. Ну, в общем-то, ты ее демонстрируешь, эту лодочность. Ну, вот еще. Ну, нормально. На самом деле, видно, что опыт рисования есть, да? Так. Значит, возьмем чистенькие белинца. Можно взять вот этот светочек. Белинца. Кадми красный светлый и желтильца. Светлые партии любят густоту красочки. Все, что вот так сияет светом, обычно мы кладем густой краской. И ты вдоль этой части пройдешься, укладывая светочек. Будущий светочек, который оранжевит. Чем выше он поднимается, тем становится светлее и разбеленнее. Раздавливаешь эту красочку. Создавая некое волнение в небе, да? Облаковидное волнение. Возьмешь маленькую листочку. Возьмешь сининку. И начнешь штриховывать. Сначала не касаясь зеленого. Начнешь штриховывать. Можно плюс розовинку штриховывать. А потом в том числе будешь брать почти этот цвет, чуть больше розового. И сверху на это, то что ты уложишь, дымчато наполнишь облачонниками. Вот такими облачонниками сверху на это. Вот оно. Прекрасно палец моделирует. Прямо живое облако. Здесь ты тоже затопчешь это до дыма. До дыма. Но нам нужно сначала положить подкладку. Хорошо? А потом сверху притемнить этими. Ну а потом приложим и это. Здесь на границе, когда ты затерла, затерла, затерла. Потом деликатненько соединила. Будет немножко мутновато и это нас очень устраивает. То есть даль чуть-чуть вписывается в среду. Несанкционированная. Мы же с тобой здесь договаривались раздавливать. Раздавливать. Понятно, что таким образом можно положить. Но по фактуре ты видишь, оно скорее вот такое глянцевое, нежели чем то, что ты сделала. Хотя опять же ты сделала как бы как художник. Ну просто другую фактуру. Не такую, как там. Что это за невкусность? Вот это я хотела однометиться. Ясно. Чуть-чуть с розовиночкой. Уходишь в пользу розовиночки. Чтобы усилить состояние заката. Хорошо? Не хватает. Еще живопись не любит роровых линий. Значит, что-то с этим тоже желательно сделать. То есть, все что угодно, только неровная линия. И вот такой вот раздавливаемый мазок. Правда? Вот оно глянется. Так. Белильца с розовильцами. Более внятное белое. Белый ковер. Это. Более внятный белый ковер. Творожистой укладкой. Ну смотри, прямо внятный белый. Он же этот внятный белый прямо подрезает. Вот ту часть, которая нависает штриховательно по высоте. Здесь у нас идея закругленности. Закругленности. А здесь у нас идея пены. Пена в солнечный день. Белость пены в солнечный день в тени сиреневит. Зная эту историю, мы сразу можем найти подходящий цвет. Противопоставленность белой пены в тени зелёности воды. Да? Смотри, как сразу прозвучало. Сразу прозвучало. То есть сначала мы теневое укладываем. Теневое. Вот такой раздавленный, расштрихованный мастихином мотив. А потом сверху по макушечкам, с некоторой розовиночкой, вписываем освещенные проявления этой же волны. Появляется идея ниспадающего состояния. За волной несколько светла площадка, освещенная розовым. То есть вот этот розовый цвет за волной создаёт отсветление поднятой волны. То есть ты там тоже темноту создаёшь, а там вот такое. Она же освещена, она обращена к этому свету и освещена. Есть это, да? Да, есть. Значит, вместо каши там создаём вот эту светлость. И она внятно отделила волну. Соответственно, и дальние примерно по той же схеме отделены. Ты понимаешь? На раз, два, три. То есть понимая структуру света тени на волне, мы сразу получаем убедительный результат. Похожим образом пена творится и здесь. Да. Ну и не забываем подчеркнуть там, где мы отъели. Спасибо. Непонятные. Смотри. У этого пейзажа есть погода. И эта погода не вот такая. Это напор воздуха вот оттуда сюда. Оттуда сюда напор воздушных масс. Там есть погода. А это не погода. Это первоначальный хаос, из которого создавалось небо. Там есть направление вот в этом косом. Вот так вот есть направление. Вот такое. То есть все немножко вот по такой траектории. Не по такой, а по такой. То есть ты просто пыталась пересчитать пятна, не заметив их косого звучания. Общего ритма косого звучания не приметила. Согласны со мной? Конечно. Ну поскольку там есть еще и свет. Только более чистой красочкой. Доберешь туда более чистой. И загонишь со с желтиной. Ну не желтой, а разбил желтого и розового в пользу желтого. И разрубишь здесь эти облаченники, чтобы они были... Чтобы они были... Чтобы они были вот по такой траектории. Пальчиком вернешь идею облачков. Палец дает эффект мутного, дымчатого. С волной пока не пойми, что творится. Там вот такое активное, агрессивное направление? Ну нет, там тоже такое. Подожди, подожди. Там вот такая диагональ почти 45 градусов? Нет, нет, меньше. Смотри, там вообще висящее состояние. Там вообще висячее, как у фонтанов, состояние. Да. Почему у тебя был такой агрессивный наклон? Вот можно это объяснить? Ну, можно. Это можно сделать. Подожди, вот ты же видишь, что это висячее вниз. Да, правильно. Причем тут умелость. Ты же наклон такой смогла сделать. Значит, могла бы сделать и такой наклон. От невнимательности, да? Не от того, что руки не справляются, а от того, что ты даже не подумала по поводу наклона. Так же, как ты не подумала по поводу наклона в небе. Поняла? Значит, вот здесь. Рука может это сделать? Ну-ка, покажи. Может. Но рука еще может вытирать. После каждого прикосновения может вытирать, да? После каждого. И тогда у тебя не будет, не пойми чего, а будет то, на чем ты настаиваешь. То, на чем ты настаиваешь. Ты понимаешь? Значит, и это мы тоже можем. И вместо вот этого движения, которое там было, здесь появляется движение по конструкции волны. Это же движение появится вот здесь. Волна поднялась вот по такой траектории. И не по какой другой. Она поднялась по этой траектории. Напомню, что вот это я вот так не делал. Почему ты сделала так? Почему нет попытки сделать вот так? Нет, не фиолетовый. Я не делал здесь вот такую шпатлевку. Напоминаю, как я это делал. Логично? Похоже это на то, что там. Смотри, вот оно. Падательное состояние. Не просто вот это вот шпатлевательный такой кусок. Значит, постарайся вникнуть в то, что ты делаешь. Прежде чем положить туда фиолетоватость, ты подсбрила. И тогда в это место с чистой совестью укладываешь фиолетовый. Ну и для поддержания конструкции периодически возвращай свет на макушке. Ладно? Да, хорошо. Давай так. Так, многовато краски уже мешает. Значит, коричневый, голубой даст вот этот темный цвет. И вполне из морских проявлений цвет. Здесь вот эта идея. Здесь снова вот эта. Снова отсекаем лодочным характером. Мазочка отсекаем. Светлостью, той светлостью, которая обращена к небу. Там, где у нас пена, сошкребла. Ты же не сошкребовала? Нет. Я не могу. Сошкребла. Сошкребла. Взяла сиреневый. Цвет белого в тени в солнечный день. Можно сначала положить в это пространство. Вот так просто взять, положить. Потом начать раздавливать, раздавливать. Раздавливать. И в одну сторону можно давить, и в другую. Появляется падательное. Вот от такого. Смотри. Вот от такого. Действие. Падательное происходит. Ну-ка покажи мне вот здесь. Вот я сделала вот это движение. Вот здесь. Покажи, покажи. Ну вот. У меня получается назначение примитивное. Все, я уже замешал. Сейчас ты будешь полчаса мешать краску. Возьми то, что есть. Ну, а я, например, вот так, потом начинаю делать вот так. Ясно. Не правильно? Да. Ты ее резала. А, мне боку не надо, да? Ее надо сплошнее удавить. Все понятно. Терминология какая? Итак. Подложила вещество. Немного. Раздавливаю. Она мутна. В тени она мутна. Все естественно. Здесь с этим вот наклоном все, да? С этим наклоном наступательным. А здесь этого наступательного наклона нет. Здесь оно более тихо падает. И все это заслонено. Вернее, отчерчено. Чуть-чуть отчерчено. Вот тем светом, который падает на ту кромку. Даже если там чуть-чуть совсем. Вот только чуть-чуть. Но все равно оно есть. Вот эта легкая отчерченность. Чуть-чуть даже если. Чуть-чуть. Так, ты же вот это настроение здесь не нарушаешь. Да, да, да. А, вот, хорошо. Эта же синечка поднимается по волне наверх. По волне поднимается там в тени наверх. Со своим зигзагиком. Зигзагиком. Иногда нечаянно может получиться красиво. Если получилось, бережем. Вообще, смотрим. После каждого нашего прикосновения не упираемся рогом в то, что мы изображаем в данном случае. Потому что волна это очень много импровизаций. Посмотрим. Не получилось ли чего красивого. Получилось некрасиво. Убрали. Еще раз забежали. И наша подрезка, которую мы все время повторяем, чтобы у нас конструкция волны была. была. значит, чтобы мы сегодня успели, постарайся уже самые вкусные места не трогать. Вот, допустим, здесь есть чуть-чуть, где еще не ступала нога цивилизованного человека. Там работаешь. А где уже ступала нога цивилизованного, лучше уже светичек подложил и тоже растоптал. И вот волна уже освещена. И все время вытираю. Все время вытираю. Так. Вот таких ярких там вдали нет. Их нет. Они там еле различаются в тоне. каменюки. Изначально ты их набрала очень красиво, а некоторые даже очень красиво. Очень приочень. Значит, давай еще раз, как если бы сделал, ну, допустим, я. я в теневую подкладываю мало краски. Раздавливательно и мутно. На световой причем, смотри, у меня характер показала, да? У меня теневая вертикальна и горизонтальна макушка камня. Вот. Даже без накладывания густоты на макушку уже мы получили внятное содержание света и тени и конструкции камня. и вода очерчивает выгодно, очерчивает собственно камень. И запускаем этот светлый туда по направлению плоскости. Ну, а так в целом здесь хорошо. Ну, давай исследуй еще. Очень много волосатых прикосновений в небе. Смотри, вот таких. Не надо, да? Зачем? Это вот такое. Вот такое. А ну, надо света где-то не полосной. Ну, надо, но ты же видишь, ты же кашу месила. Абсолютную кашу. Но хотя бы эту кашу без этих длинных волос. Ой, я тебя пропустил, да? Точно пропустил, а что ж ты молчишь? Хотя бы без длинных волос. Не нужны вот эти длинные. Вот такие. Вот такие. Скучные, в общем, они перистые. Дело не в этом, это не перистые, это неудачные взмахи рукой. Сейчас я покажу. творожистая укладка краски и зигзаг. Смотри. Зигзаг ухода. То есть змейка, уползающая вдаль. Потому что оно явно идет вдаль. красавица. Я сознательно спируэтствовал, потому что иначе надо все это вырисовывать, а так пируэты уже красивые. Угу. 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 Не за счет только густоты, но и за счет вот такой, вот такой брызговой рванности. Смотри, мало краски, мало краски. Посмотри, что сделал. Мало краски, смотри, мало. Угу. Не за счет только густоты, а за счет плашмя иду и обтираю об. Хорошо. об этом все еще сейчас. Ну, чуть-чуть-чуть оставлю, чуть-чуть уберу. Спасибо. А он подписался не для этого, он подписался, чтобы они дороже стоили. А, дороже стоили. Ну, чтоб ребятам было на что. Понятно, ну что же это. Это не надо. Редактор субтитров. Все-таки не смогла, не решилась, сиреневый положить в тень. Не хватило силы воли. Силы воли не хватило. А посмотри, как она рядом с зеленым хороша. Свет ворвался, вот этот подъем осветил. Ее пианино. Сверху. Сверху. Нейрокраска очень небольшая, только для того, чтобы было что сбросить. И мутноватый характер, да, Кеннигуэй? Да. И вот этот уклон показал. Кеннигуэй? Да. 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 Свет из-под теневой очень всегда разбрасывает все в пространстве. Выгодно. Поэтому в основном стараемся, если свет оттуда, то из-под теневой, из-под теневой, из-под теневой, тогда это будут ступени ухода. Настоящие ступени ухода. Смотри, как три ступеньки. Одна ступень заслонила другую, другая третью и пошло, пошло, пошло. Так, хорошие там паруснички. Вот это, конечно, уточка там плывет напрасно. Напрасно. Я тоже думаю, может, не надо его. Дай, может, не надо его. Не надо, не надо. Угу. Мне тоже что-то надо. Судно это пошло. Вот. Вот, вот это, кроша под наклоном. Вот там и догадывается. Я подсмотрел. А вот в основании этого, мне бы не надо активно делать? Как делать? Активно не надо делать, как вот первый план? А то она будет вылазить, где будет лоская, да? Нет. В общем-то, там чуть-чуть сактивничать нужно, обводя смуглые облака. Но я не знаю, там уже краски много, насколько это будет сейчас подручно делать. Я боялась, что она вылезла на первый план, но это перспективы не будет. Можно чуть-чуть сбрить краску вот в этом месте, чтобы здесь создать напряжение рисунка облаков. quarterback. Minute. Пока. Лежuda едва. Выход за ней. М Gerей! Один. Депропор. И потом, как в начале мы и делали, добавить чуть-чуть вот этих звучаний. Ну, или кистью попытаться. Ну, просто палец очень хорошо этот дым раздает. Вон, смотри, вот это направление ветра, а следовательно погоды. Спасибо. Хорошо.